Всем привет и добро пожаловать в АКПП-03. Мы долго думали, какой бы выбрать формат, чтобы он был одновременно интересным и в то же время любопытным, познавательным. Мы такой формат нашли, поэтому встречайте, АКПП-шоу! И сегодня в программе. Почему пинаются автоматы? Рассказывает Александр Чехов. Вся труха черная, их иголочка начинает завешивать на машине. На машине они работают, не будут. Это проще сдать в панк. Обсуждаем BMW-шные коробки. Что, зачем и почему. 250-300 тысяч, они в нормальной пройдут. Не разрываются, но с церковью, и просто неполам. В России контрактов фактически нет. Процесс ремонта гидротрансформатора ZF-6HP-26. Пожалуй, одним из самых частых вопросов, которым задаются рано или поздно все автолюбители, почему коробка начинает пинаться. Да, конечно, это может быть связано со многими причинами, но мы сегодня поговорим об одной из самых главных и самых частых. Это неисправность в гидроблоке. Так, значит, к вопросу, почему коробка начинает толкаться. Значит, причин этому несколько. Во-первых, возьмем исправность самой механической части коробки, то есть износ по втулкам, по фрикционке, правильные зазоры в пакетах и все, что касаемо дальше механики. Значит, мы ее сейчас не трогаем. Мы берем, у нас есть гидроблок. Так что гидравлическая часть мехатроника. Значит, во-первых, почему пинается? У нас есть энное количество, в зависимости от логификации гидроблока, энное количество соленоидов. Это электромагнитный клапан-регулятор давления. За исключением вот этого черного, это у нас чисто логический шифтовик. То есть он у нас открыт-закрыт. Остальные все призваны регулировать давление. Четыре в пакетах. Клапан главного давления и клапан регулирования балкировки. По их износу, по старости, по перегревам, их иголочка, если будет видно, там, конечно, иголочку, перемещаясь, регулирует перелив между секциями клапана. С подклиниванием иголки и износом тела самого клапана у нас не может правильно регулироваться давление. Оно или идет утечка, или, наоборот, слишком резкое включение. За счет этого у нас происходят толчки. Скажем, вот эти соленоиды уже, даже на взгляд, сто процентов работать не будет. по-человечески, потому что банально изменение света колпачка на шестерстепенческом соленоиде говорит о смерти. Поехать они, может, еще и поедут, но хорошо никогда. Сейчас перейдем к следующей проблеме гидроблоку. При вскрытии гидроблока мы видим у нас во всех ЗТ-вских гидроблоках есть вот такая сепараторная пластика. Ну, опять же, разные по номерам. Это уже зависит от модификации. Год выпуска машины, модификации и так далее. Здесь нанесен герметик заводской. То есть нарисованные дорожечки. Со временем от температур это все дело начинает расплываться, крошиться. Вот таким вот образом все это облетает. И вот эта вся труха черная начинает, попадает в сами части гидроблока и начинает завешивать клапана. Вот это к вопросу о неправильном качестве переключения на руки. Идем дальше. Значит, есть у нас как видите, вот энное количество клапанов. Каждый клапан, естественно, ответственный за свою, так сказать, зону. Из-за частых перегревов, из-за правильного, неправильного эксплуатации, это тоже вопрос. Когда-то запустили коробку, сгоревшую. Долго на ней ездили, вовремя не обращались. И вообще возраст. Мы начинаем наблюдать вот такую картинку. Все клапаны в гидроблоке тоже алюминиевые, но с тефлоновым покрытием. Мы начинаем наблюдать вот такие вот повреждения на покрытии клапана. То есть, это уже говорит о том, вот все кромочки скрашиваются, здесь кромочки скрашиваются. Это уже говорит о том, что клапаны были достаточно сильно перегреты, и тефлон на них становится хрупким, и рассыпается. Вот это вот клапан-регулятор главного давления. Теперь мы вам, чтобы было понятно, что это не один клапан такой, могу вытаскивать все клапаны отсюда. И вы на всех клапанах будете видеть вот эту картину. Вот это клапан заполнения гидротрансформатора. Видите, что с ним творится? Он банально отшелушивается чуть ли не пальцем. Есть клапан заполнения, включения, блокировки гидротрансформатора. Видим, что у него тыгные части вообще остались без цифлона. Ну и, естественно, вот такая работа, то есть, вот это вот уже неработоспособные клапана и на машине они работать не будут. Она, конечно, машина уйдет, если я поставлю эту плиту, но очень ненадолго. Потому что она все равно вернется с толчками, пробуксовками и не поймешь чем. В общем, это все уже по целесообразности восстановления это проще сдать металл. BMW это довольно интересная марка автомобилей. У нее, как и у каждого уважающего себя концерна, есть и свои фанаты, и свои ненавистники. Но мы сегодня хотели бы поговорить о ней именно в рамках нашей компетенции. Ну что ж, сегодня перетрем пару-тройку костей BMW-шим коробкам. С этим нам поможет Александр, специалист по ремонту АКПП. Александр. Вот. Ну, для того, чтобы мы с вами понимали, о чем у нас в принципе пойдет сегодня речь, хотелось бы у вас узнать вообще в обозримое время какие коробки устанавливаются сейчас на BMW. Ну, если брать более современные, то альтернативы ZTF там нет с 8-ступенчатыми после 11-го года. До этого устанавливались ZTF 6-ступенчатый и GM 6-45. То есть, стоит пояснить, что помимо все-таки немецких коробок BMW делали, по крайней мере, пытались сделать ставку на американские коробки. Но сейчас они уже у нас не встречаются. Попадалась еще более редкая вариация японской сборки праворуко с РЕшкой, с Ниссановской. Вот, даже так. Но, тем не менее, речь у нас сегодня пойдет про ZTF-ы. И хотелось бы узнать вообще о ZTF. Можно пробежаться кратко по их номинованиям и по ступеням. На сколько всего сейчас ступеней встречается? Ну, то, что пятиступенчатый ZTF уже устаревшие до четвертого года выпуска. Там шли на BMW на X5-х 5HP24 и на трешках-пятерках 36-й, 39-й кузов 5HP19. Дальше пошли в зависимости от мотора 6HP19 или 21 и 6HP26-28. С 2011 года пошли опять же в зависимости от мотора 8HP45, 8HP70 и на больших моторах 8HP90. Ну, а какие из этих трансмиссий тогда все-таки вы могли бы назвать самыми надежными? Ну, в основном из самых надежных в принципе 8HP70. Если специально не убивать постоянными гонками, то в общем-то 250-300 тысяч для них нормальный пробег. Ну, а что мы тогда можем ответить тем, кто говорит, что старые трансмиссии лучше, что они надежнее и вообще трава была зеленее. Нельзя сказать, какая коробка более надежная и ненадежная. Все зависит в основном от прокладки между рулем и сидением. Убить можно любую коробку и убить достаточно быстро. Ну, есть коробки такие более кондовые, скажем, если взять по 6-ступенчатым, то гоняй, гоняй, но свои, грубо говоря, там 90 тысяч она пробежит. Если взять по 8HP и ту же 45-го, то в общем-то ее можно убить очень быстро. Самые быстрые коробки убитые были в 30-40 тысяч. Быстро достаточно получилось. Постоянных гонок, да. А если на всех тех же самых коробках ездить вполне умеренно среднестатистически, а еще если хотя бы там раз 50-60 менять масло, то в общем-то пробег этих коробок достаточно приличный. Ну тогда немного забегая вперед, еще какие-нибудь пару-тройку советов могли бы дать по сохранению жизни ZF-ом, поведение на дороге? Да в общем это только зависит от тяжести правой ноги. тогда скажите с какими коробками в принципе вам работать приятнее может быть проще есть ли такие? Да в общем-то какая разница? У каждой коробки даже одной восьмиступенчатой серии есть свои косички поэтому сравнивайте как-то легче сложнее понятно что более старые коробки особенно если вариант Audi пятиступенчатая но достаточно замороченная слишком много дифференциал и восьмиступенчатая не намного проще вокруг коробки сплошные дифференциалы валы привода куча сальников лишних Понятно Ну тогда перейдем к неисправностям какие чаще всего приезжают в сервис Ну по шестиступенчатым давайте раньше по пятиступенчатым по пробегу это износ гидротрансформатора и как правило если вовремя не заметили то перегрев гидротрансформатора и выворачивание втулки в насосе все тут же масло убегает коробка приехала остальное уже там в основном по износу гидроблоки когда изнашивается клапка главного давления в коробке возникает избыток давления достаточно большой и начинают рваться корзинки это тоже достаточно распространено последняя коробка была с оттаранными двумя корзинами сразу ну первая одна корзинка была задней передачи поэтому на нее как-то сильное внимание не обращали ну есть плохая задняя дай бог с ней когда уже вторая третья и пятая пропали вот тогда уже и приехали можно почесаться уже тогда с шести ступенчатыми там в основном износ по втулкам ну от стиля езды просто по пробегу когда он наступит и естественно утечки подавления внутри коробки и как правило букса да и собственно я так понимаю что из этого уже общий износ коробки становится колоссальным и она ну да да если запускать износ по втулкам то бывало вплоть опять же по поводу разности в одной из серий шести ступенчатой скажем 19-21 если износ по втулкам достаточно сильный то встречалось для того что втулка уже протирается до стали и там уже начинает разносить волны задирать и все такие последствия вот а в 26-28 это крайне редкая вещь хотя в принципе конструктивная коробка один в один просто чуть побольше размерчиком ну хорошо вот многие люди приезжают им приговаривают коробку и они спрашивают можем ли мы им поставить контракт или что контракт мы вкорячим туда или все-таки сделать капитальный ремонт как полагается ну контракт во-первых начнем с того что у нас в России контракта фактически нет контракт это когда автомобиль сновья заранее на него заключается контракт чаще всего это каршеринги прокатная машина что она ходит 50-60 тысяч и потом разбирается на запчасти вот это контракт то есть все на автомобиле заключен контракт он имеет свои документы каждый агрегат документально подтвержденный пробег вот это контракт а у нас все бушка но ремонтированный агрегат при должном подходе имеет фактически ресурс новый ну в принципе немного возвращаясь назад насчет процесса ремонта ЗТФ вам какие-нибудь интересные случаи встречались бывает не часто но бывает например всего два раза были оторваны первичные валы на 6HP28 то есть просто пополам ну там машины соответствующие Jaguar пятилитровый твин-турбо ну да вот BMW X5M чипованные по самой не волнуй ну да такие разрываются только так разрываются ну ура вплоть до того что привозят даже если вал не от орун они просто блокируются никуда не едут то есть приходится заталкивать сейчас к хорошей теме разговора подходим а существует в принципе устоявшееся мнение что у BMW ZF приезжают намного быстрее чем на других автомобилях а стиль езды да стиль езды BMW считается в принципе машина более активная поэтому ее берут чтобы погонять коробкам там приходится намного а так если взять тот же ZF на Audi который ставится RS6 там те же самые проблемы 60 тысяч пробега и все коробка отмирает но это еще не все ведь одно дело обсудить а другое дело непосредственно пронаблюдать за процессом ремонта делать мы сегодня это будем на примере гидротрансформатора ZF6 HP26 для того чтобы приступить к ремонту гидротрансформатора нам нужно для начала развесать токарный станок от Computing относящий губль к рабочему месту мы закрываем коробки Далее мы промываем все детали в нефтяном растворителе, иначе говоря, в нефразе. Далее мы промываем все детали в нефтяном растворителе. Передать порш, то теперь нам нужно заварить его обратно. Образовавшийся после сварки шов нам нужно обработать. Далее мы промываем все детали в нефтяном растворителе. Далее мы промываем все детали в нефтяном растворителе. Полностью собираем ГТР и теперь нам остается только заварить его. Для того, чтобы сварить агрегат аккуратно, на стенде мы фиксируем его с учетом теплового зазора. Эту сварочную работу доверяем уже автоматически. Публик готов, но мы не можем просто так отпустить его, не проверив качество сварного шва и герметичность агрегата. Нагнетаем рабочее давление в пузырьный трансформатор и опускаем его в ванн с водой. Как можно наблюдать? Пузырей нет, значит агрегат герметичен. Мы очень надеемся, что вам понравился наш первый выпуск. Дальше больше. А пока что подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео и на лучшие из них мы ответим в следующий выпуск. Также подписывайтесь на нас в инстаграме, вконтакте и на драйв2. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok